Продолжение следует... 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 они полтора метра дистанции не соблюдают сколько они сегодня документов руках держать телефон вы понимаете не вас заражает как понять бесполезно если все граждане будут активные вот это снимать показывать привлекать журналистов я сам бывший журналист этот ролик будет скинут он сейчас прямом эфире может на меня отвлекаетесь то есть я должен в лет первой группы стоять и ждать у меня есть документы я что должен всегда всем сотрудникам предъявлять что инвалид что-то по административке вот составляться или я ухожу мне надоело стоять и вас ждать что меня проверить и на что что роспотребнадзором карантине на карантин люди я говорю люди на карантин если рост потребнадзор выдать те которые вернулись или те которые за границу я не уезжал или те которые контактирули а не сам не контактирую с больных о чем вы говорите сейчас о чем вы сейчас говорите какого разницы у Каждый гражданин должен сходить в Роспотребнадзор, если он ни с кем не контактирует, ниоткуда не приехал. Получить разрешение – это бред. Миллион человек придет и будет получать это разрешение? На основании чего? Проверка документов осуществляется как? На основании чего? Я должен проходить по ориентировкам, по еще чему-нибудь, правильно? Вы не можете просто так любому гражданину подойти и попросить... Я объяснил, что средства индивидуальной защиты в аптеках сейчас не продается и нигде его не купить. Поэтому я хожу без него. Я не видел. Вот вчера еще не было, а я в семью не ходил. Я зашел в этот магазин, там объявили, что они закрываются на полчаса, чтобы обработать. Для чего? Какие предписания Роспотребнадзора? Которые выдают лица, которые были в контакте с коронавирусом? Я не был в контакте. И за границей не был. Я как инвалид первой группы, я вообще никуда не выезжаю, я сижу дома. Ваш данный документ? Для чего? Проверить. На основании чего вы будете проверять? Все делается на основании федеральных законов. То есть есть федеральный закон, что я где-то был с коронавирусом, у вас приказ, а не федеральный закон. Вы не понимаете разницы? Федеральный закон и есть. Федеральный что? Есть указ президента. Это федеральный закон? Нет, указ президента. Указ президента, который гласит, что лица должны находиться в общественных местах и индивидуальных защитных предсплат. Вот и есть приказ, подписанный Путиным. Покажите, ознакомьте, после этого я вам все документы. Почему я должен пользоваться интернетом? У меня, может, вообще нет интернета. Если вы ограничиваете мои права и свободы, вы обязаны мне. Ну, я туда пошел? Вы же не ограничиваете? Ну, все, тогда, значит, вы меня уже ограничиваете. Так вы уже ограничили, я не могу идти. Вы говорите сейчас бред. У вас вообще есть какое-то юридическое образование? Нет. Ну, покажите приказ, где написано президент Российской Федерации и так далее. После этого я с вами соглашусь. Ну, все, уже наряд вызывают. Так, мне покажется документ, нет? На основании чего? Ну, вы сказали, что на основании указа президента. Вы сейчас мне не позволяете двигаться дальше. То есть... Потому что мы ваш личность не установили. Так нет, вы сейчас сказали насчет индивидуальных средств защиты. Причем здесь сейчас уже наличность. Вы сказали, что был приказ президента. Указ президента, я сказала, не приказ. Хорошо, указ. Президент приказ не раздает. Хорошо, указ. Где он? Где я могу с этим ознакомиться? 2 апреля 2000 года. Где я могу ознакомиться, что я должен ходить по городу в маске? Ознакомьте меня, пожалуйста. Вот смотрите. Сейчас я предъявлю данную справку, что я являюсь инвалидом первой группы пожизненно. Вот у меня есть справка. Не надо в руки брать. У вас руки даже не в перчатках не обработаны. Зачем? Ну так вы сколько документов сегодня? Взяли кого-то коронавирусного, потрогали. Сейчас мои документы заразите. Это логично, нет? Я никого не трогаю, в отличие от вас. И никакие документы не трогаю. Я ни у кого ничего не прошу. Вот. И вот то, что инвалид первой группы пожизненно. У меня давление, видите, даже руки трясутся. До 22 апреля 1000. Выдано. Первая группа. Да. Бессрочно, пожизненно, значит. Считайте. Все же по-русски написано. Я вам говорю о том, что я сразу предупреждаю, что инвалид первой группы. Сейчас мне станет плохо, вы будете за это отвечать. У меня уже давление поднялось, потому что вы ко мне предъявляете какие-то незаконные требования, которые я считаю, что они незаконные. Зафиксированы. Вот сколько народа это смотрит. Потом мы с вами будем встретиться вот на здании УСБ, в которое я уже не раз ходил. Там и потом будем разговаривать. Мне долго ждать? Я вам открыла указ, если я вам помню, какую-то платформу. То, что вы там у себя в интернете, в телефоне откроете, неизвестно какой сайт и так далее, меня не интересует. У вас должен быть на руках документ, который вы мне можете показать, чтобы я знал, что это действительно правовой документ. Необязательно, естественно, чтобы не взять вопрос. Господи. Название закона не освобождает отсутствие. Где же вас таких-то берут? Если вы ограничиваете мои права и свободы, вы должны ознакомить меня, а не в телефон свой тыкать. Я вам сказал, отбежи. Я говорю, докажите, у вас должна быть какая-то база. Документы какие-то должны быть. Я вам скажу, что материальность, как вы видите, у вас, как вы видите, у вас. А 2 апреля в 2015 году, номер 236. Я хочу его прочитать, не у вас на телефоне. Вы можете документ в Word себе набрать. У меня прямая трансляция, я ничего не могу читать. У меня смотрят люди, я не могу открыть. У которых есть документы эти. Правильно? Но у них есть это? То есть взять и почитать. Вы для чего меня сейчас столько держите? Я вам только что показал справку, там было написано фамилия, имя, отчество. Я вам вот так вот дал. На основании чего я вам должен документы предъявлять? На каком основании я должен носить? У нас что? Военное положение. Паспорт должен носить с собой. Я говорю, на основании чего я должен носить документы? С вами согласен. Может принадлежать. Но я говорю, на основании чего я должен носить с собой паспорт, документы, удостоверяющие личность. окей то есть я называю данный еду что проверяете вы будете проверять то что я это или нет не было пишите данные хорошо 23 минуты вы ограничиваете меня в передвижении 22 минут я здесь живу магазин да даже даже если бы я двигался где я хочу это мое личное дело какое вы же сами говорите согласно согласно инвалид первой группы какая работа это первое второе даже если вы так все свои приказы то ближайшего места я могу купить продукты до аптеки вот я пришел за продуктами то разрешение нужно сходить за продуктами вы о чем спрашиваете а зачем это спрашивать какое разрешение нет вы сейчас сказали хорошо вы где живете с кого здесь вот но но где разрешение вы сказали куда разрешение за продуктами ской конституция есть право передвижения есть почему вы так говорить обязанности я знаю будет режим чрезвычайной ситуации карантин официально введен вот тогда я с вами соглашусь что будете каждого останавливать они просто что вы сейчас делаете девушка я долго вас буду ждать нет мне уже плохо меня поднялось давление самим должно быть стыдно у вас такие же простые родители родственники есть если дай бог случится из-за этого какие-то гражданские волнения вы первые все попадете вас каждого запомнят по всем составленным протоколом где есть ваши фамилии и к вам придут домой я говорю что может быть угроза если бы я сказал я к вам приду к вам люди придут потому что люди озлоблены вот этим беспределом который вы помогаете сотрудникам полиции делать в интернет когда скинули что должно быть не меньше десяти палок работаем до 15 оштрафовываем кроме мамы из детей с колясками все известно у вас палочная система вас заставляет но если вы этому подчиняетесь вы так и будете этому подчиняться и должно быть стыдно за это ладно короче я в магазин и сюда вернусь мне надоело стоять и сдать я вернулся слушал уже и магазин закрыли на сам обработку я не успел купить себе еды вы понимаете что вы сделали личность вы установили данные запросили для чего наряд вам нужен все что хотите объяснение кто будет давать объяснение я имею право по 51 статье вообще ничего не говорит я ничего не буду расписываться я вам просто говорю для чего это делать документы предъявил у меня даже есть разрешение хотя не обязанного показывать еще раз вам говорю вы запросили данные как вы просили подождите стоп давайте делать по порядку вы запросили данные у роспотребнадзора не был ли я контакт на никуда или я не ездил вам эти данные дадут я живу здесь я вам даже показал пропуск общежития пришел в магазин я даже без этого и всякого разрешения имею право идти до магазина вам что еще от меня надо правильно что вы хотите у меня разрешение есть средства индивидуальной защиты не продают я не смог нигде купить где мне взять что это значит разъясните где будет рассматриваться протокол какой все правильно хорошо то есть я не был ни с кем не так далее то что у меня нет типа маски да вы про это сейчас нигде не могу купить маску за это меня составляют протокол ужас какой я говорю я еще не знаю что я там буду подписывать мне нужно нормально присесть прочитать я не могу так читать я вам уже не раз даже и показывал что инвалид первой группы мне тяжело для давления не нужны спецусловия обработана машина а то мало ли вы там корона вирусных возили нет я вчера заходил не было сегодня вот я вышел в магазин не знаю может там продают тогда куплю конечно же здесь на рынке табачных магазинах продают на 150 рублей маска 150 рублей маска который 3 рубля стоит вы понимаете хорошо вот вы сами себе противоречить и до рынка можно есть приказы выходить до ближайшего магазина до аптеки и так далее до рынка уже куда ну далеко и вот меня там остановят и потом оштрафуют я сейчас я за маской пошел другой патруль не просто возьмет и я сам решу что у нас есть институция и свободы передвижения я даже разрешение показала но мне есть ну просто меня вот это все выбешивает я живу здесь и пошел в магазин не надо разрешение но она у меня есть я сегодня еще поеду по городу я могу каждый так и езжу то что не есть разрешение по каждому скрещен поперечном я не буду его показывал у вас полночной системы я не виноват вам нужно делать это дела напишите если плохо видно я людям говорю если сколько человек смотрят они мне дают советы это же все потому что по-другому не как можно забрать телефона из прямого эфира уже никто без предел удалить не выдавалась на канал что каждому гражданин должно было выдаваться тоже уже выяснили что я не был в контакте нет но вы же выясняли что я я пишу пояснение я могу написать то что я хочу то есть вот здесь я должен расписаться что если худо-бедом и до него начнем у меня пенсии 13000 это с надбавкой без надбавки 1011 так они же могут я думаю почта уведомить отлично хорошо ладно я вас не отвлекаю мне еще больше сдержать называться вышел поесть инвализа поел читайте вообще ничего не понимаю вот и вы врач у вас тоже почему на улице на улице то есть не выполнил требования правила поведения и приведения режима к повышенной готовности на территории береговского края а именно наружу требования в общем то есть есть стати 4.1 и 28 федерального закона 21 12 14 федерального закона номер 68 федерального закона номер 2 указа президента российской федерации 2-го номер 4 метод работа номер 10 39 под пункт 1 34 правила поведения обязательных для исполнения гражданин на фашистике номер 16 кушал готовность к чему через данные ситуации не было нет нет но я находился и я говорю вот вы мне ответил вопрос да или нет вы обязаны меня с ним ознакомить или нет на данный момент то что вы начали зачитали откуда то есть больше ни с чем вы меня не обязаны ознакомлю я говорю вы ничем не обязаны больше не ознакомить правильно да все хорошо будет в ленинском да рассматриваться мне требуется помощь адвоката либо защитника где написать согласно нет мне сейчас требуется вот не знаю подписывать или нет не сейчас требуется на данный момент как я могу воспользоваться своим правом но правом тем что вот у меня написано допустим статья я ее я не лист нет ли я ему я могу с ней ознакомиться я могу ее не понимать автоматически подпишу то что я не понимаю не сейчас любите помню защитника вы прочитали я прочитал вы мне это разъяснили вам для этого и написано что вы прочитали ознакомились подпись поставили следующую статью прочитали ознакомились поставили а если вам будут требоваться необходимые защитники правил вехать прошу не я собираюсь до свидания Продолжение следует... А вот в следующий раз, когда вы меня остановите, я подготовлю вам сюрприз. И вы потеряете час своего драгоценного времени. Мы вам тоже можем подготовить. Нет. Мы вас не боимся. А я вас тоже не боюсь. Вы нас боитесь. Просто документы что ли показать? Да. На основании пункта 84-го и на 64-го регламента. Ну, с 6-го пункта, да? Так. Я извиняюсь, документы были уронены в говно. Кошачье.